Всем привет! Я Мару, а я Андрей. И сегодня мы решили вам рассказать небольшую историю про то, как встречают Новый год на Самуи. Мы встречали его три раза. 31 декабря, как все русские люди, 6 февраля мы встречали Китайский Новый год и 13 апреля мы встречали Тайский Новый год. Каким был Тайский Новый год, вы можете посмотреть в нашем предыдущем видео. А в феврале мы для вас наснимали Китайский Новый год и хотим показать вам его в этом ролике. Китайская составляющая на Самуи сильна. Много храмов. Вы видите один из них, наверное, основной. А еще два находятся около аэропорта и в Хуатаноне. Несколько китайских кладбищ, отдельные могилы китайцев. То есть все говорит о том, что здесь выходцы из Китая оставили сосны. Единственная карта 17 века, сохранившаяся до сих пор, это карта Мао Куна, внизу которой изображены Самуи, Анган и Антон Куна. Карта была составлена во время путешествия адмирала Джан Хе. Отсюда одна из версий названия острова Самуи. Это перевод китайского порота или первый остров на пути в Сиан. Вторая же версия – это хайнанские торговцы, которые искали тихую гавань в Сианском залей. Нашли ее как раз так и на Самуи. Вау! А сейчас много китайцев на Самуи? Это все туристы, это другие китайцы, не они. Как раз новой волне эмиграции и их потомкам принадлежит храм Ват-Пла-Лэм, где смешиваются уже обе культуры – буддистская и китайская. Но хватит, давайте смотреть Новый год. Субтитры подогнал «Симон»! 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 ненавижу до новых встреч